В очередной раз всех приветствую на нашем канале строительном и околостроительном. Как я уже писал, у нас теперь канал «Строю жизнь своими руками», но и строительная часть тоже, конечно, присутствует. Мы сейчас занимаемся сауной, и выпуски по этой теме, конечно же, у нас будут продолжаться. Но, друзья, сегодня, в очередной раз, мы с семьей, то есть завтра утром, мы с семьей едем на Телецкое озеро. И не просто на Телецкое озеро, а на горнолыжный комплекс. Поэтому нужно сейчас хорошенько собраться, и в 5 утра мы уже двинем в путь. Мне нужны комбезики, мамин и мой. Это мамин, это мой комбезик. Я же знал, что выключат! Свет рубанули. Фина не будет. Да. Женек. Ну, друзья, это нисколько не омрачит наши сборы. Ненадолго у нас выключают обычно свет, но такая проблемка у нас существует. Подождем, да сейчас врубят, его выключают-то буквально 10 минут. Палка-светилка. Палку-светилку я возьму, наверное, с собой сейчас. Но сейчас все равно свет дождемся, но так неудобно. А, кстати, а зачем нам его ждать? Точно. Нам не помеха отсутствие света. Мы все равно соберемся с Никитой. Так, Денисыч, носи... А, хотя подожди. Я сейчас подключусь нормально. Так, почему я не боюсь отсутствия света? Да все потому, что, братцы, у меня есть такие вот игрушки. Купил на природу ездить и на строительные объекты. Вот, посмотри, пригодилось уже сегодня. Так. Кстати, друзья, ну, пользуясь случаем, то чего не рассказать. Мачта осветительная. На резиночке у нее закреплена штативная система. Для чего? Для того, чтобы просто она не упала от ветра или каких-то других моментов. Как это работает? Берем за ручку. Здесь есть вторая ручка. Растягиваем, разблокируем вот эти ноги. И она имеет стабильную систему фиксации. Что в ней очень удобно, друзья, она может даже располагаться... О! Свет включили. Ну, ладно, уже можно дорассказать, наверное, историю. Располагаться может в луже, короче, не боится она. Никаких заглублений небольших, вот до черного сегмента. И специально так сделано, чтобы можно было в каких-то сырых пространствах ее ставить. Работает от 24 вольт. 4-амперного аккумулятора хватает при полном включении всех вот этих систем. Вот, всех общих систем на 4 часа. Если у нас работает только осветительная вот эта система, то, по-моему, 8 часов. Если работает у нас центральная лампа, 15 часов. И если только одна кольцевая, 18 часов работы при аккумуляторе 4 ампера. Ну, понятно, на 2 амперном, наверное, побыстрее закончится. Можно использовать как мачту, можно использовать как направленный источник света в любое вот место. Где-то строительный объект какой-то, например, или что-то вам нужно подсветить. Так, давайте вот этот выключим наш, мой замечательный пистолетный. Это, кстати, поисковик тоже мне вообще нравится. Я его держу у себя всегда в шкафу. Он у меня вот тут стоит на полочке. И если свет отключают... Ну, а стройка у нас свежая, отключают периодически. Поэтому я его, короче, всегда использую. Сына, мачту берем с собой? Конечно. Да, мачту берем. Да, шашлыки будем жарить, если то вытащим на беседку, да? И может быть она нам сослужит службу, если вдруг там не будет. Просто мы с вами едем сегодня в такую мини-экспедицию, в места, где мы еще не бывали никогда. Сняли домик, но не знаем, какие там условия. Я думаю, в багажнике она лишней не будет. Тем более, место не занимает. Комфортно, удобно. И собирается очень компактно. Весит всего 3 килограмма, друзья. Ни о чем. Может стоять как на штативе, так и в режиме вот такой стеллы. Очень удобно переносить. Можно даже использовать вот такой фонаричек небольшой. Я не знаю, чего мы начали сегодня рассказывать об этом всем инструменте. На природу браться с собой, брать супер. Короче, Greenworks мне зашел. Ну, теперь, наверное, всю его линеечку мы приобретем потихоньку. Так, берем с собой. Сына, неси свои ботинки и будем уже собираться дальше. А вот таким вот щелчком мы передвигаемся с вами уже в 5 утра в автомобиль. 9 утра. Мы сейчас в 70 километрах уже от горнолыжки Телецкий. Сам, кстати, там ни разу не был, но много о нем слышал. Все, я вижу мост, вон он. Вот, друзья, вот туда в долину уходит само Телецкое озеро. И там 70 километров и будет Чулышма. Вот такую красоту мы сейчас с вами нырнем. Наверное, все слышали о всесезонном курортном отдыхе в Шередеше. Так вот, у нас снег по фактуре, по структуре такой же, как там. Все, через секунду мы на горе. Смотрите. Грива красная, дуга красная. А легкие трассы, променад и фан, это самые левые трассы. Попробуем на них сначала. Погнали. Первый раз на кресле, сын, для него это новое. Мы-то уже в Шередеше так катались. Полетаю для вас на коптере и покажу, как тут все красиво устроено. Так, друзья, мы пересели на второй подъемник. Теперь у нас Женя с Элиной сзади. Вот за вот этой горой большой находится само Телецкое озеро. Ты рад, что ты живешь на Алтае, сын? Да. Только единственное, что в свое время Алтайский край и Горный Алтай были поделены. А так мы были одним краем. Около 20 лет назад нас разделили. Поэтому два Алтая в России. То есть Республика Горный Алтай и Алтайский край. Открылось Телецкое озеро. Конечно, я вам еще лучше кадры покажу, но уже можно посмотреть. Так, сын, ногу скидываем с крепления. Поднимаем защитку. Вот, все. Все, и сейчас будем откатываться. Мы тут светили, тоже съехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ты по зеленой не катаешься, наверное, первый раз со мной сейчас? Или это было красное? Синяя была. Это синяя? Да. Семью потеряли. У нас сын с Женькой уехали по зеленой, а мы с дочерью рванули по синей. Получилось. Ну, как мне Алексей говорит. Сейчас дождемся их. Вот, дочуня. Но она вообще не отстает. Она просто летает. Ты молодец. Сын, что скажи про Телецкое? Мне на Телецком очень нравится. Круто очень. А какая тебе трасса больше понравилась? Ну, я только на одной пока ездил. Сын на зеленой катанул. Сейчас мы по синей рванем. Потом красное будем осваивать. Да? Ну, да. Точно. Вон там Алтай наш простой, низкий. А вот здесь уже горный Алтай. И мы сейчас находимся как раз в горном Алтае. Ну, мы почти с алтайским краем. Прямо вот рядом. Да. Ну, можете посмотреть по карте. Ну, что, поехали дальше? Поехали. Мы сейчас на второй подъем подниматься будем. Поехали. 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 Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы с Женей едем и говорим о том, что мы хотим сюда приехать в снег теперь. Потому что лес обалденный, лес классный, но мы в него залезть не можем, потому что снега пока не хватает. А то, что есть, оно просто все искатано. Вон оно, все-все-все кустики там бедняжки порезанные. Да, но вот здесь я показываю не лучший момент под опорами, а вот там выше, на втором переходе, вот там уже прям вообще есть такие пухляки, где можно такие прыжки потворить, такие фрирайды пофрирайдить, вот туда хочется. Но чтобы туда попасть, надо ехать в снег. А в общем, да... Смотрите, вот это все можно катать. Одна проблема. В этом году со снегом беда везде. Поэтому, кстати, прикольно, барчик недорогой, еще посмотрел ценники, пиво, например, 150-140. Если посмотреть, ну, короче, не буду про другие горнолыжки говорить, но ценники разнятся жестко. А сейчас я вам, парни, покажу одну халяву. Смотрите. Так, нам надо навести на озеро. А где-то озеро-то вон там. А там что, дорога, что ли? Там же озеро. А, там река, наверное, реку видно. Нельзя, там ничего не видно. Ну, вон оно. А, вон река. А, озеро-то вон там. Да, тут можно только людей сшибать. Тихо-тихо. А еще не видно ничего из-за каски. Давай. Стреляют, Глеб Егорыч. Да, тут людей хорошо разглядывают. Ну, людей-то неинтересно. В каске неудобно. А течи мешают. Что, пойдем туда? Gateter. Все до недели. Где? 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 Взрыв. Пят, да. Где? Продолжение следует... Мы откатались сегодня один день. Это просто пухач-пушечный. Не хватило, конечно, нам сугробов, снега, чтобы прям вот получить удовольствие от пухляка. Но катанули по парку очень даже неплохо. Сейчас вам еще покажу озеро. По правой стороне руки у нас Телецкое озеро, а по левую сторону руки у нас уже Вия. Вот прикол. Вот оно, оно начало его, и оно нашло туда. Мы мост переезжаем через озеро. Сейчас мы приедем с вами на пристань и сходим, посмотрим. Ну вот до туда, до воды дойдем. Вот там тоже какой-то катер стоит. Видишь, у него сверху маячок. Да вот он прям, вот маячок на трубе. Так, парни, кто сплавлялся в этом году, помните, мы видели корабль, который стоял на мели? И не этот ли был? А? Похож. А вот на той стороне, друзья, и Огач. И там наш домик. Дети, идите, посмотрите. Тихо, тихо, тихо. Вот глубина сейчас, сколько толщина льда. Сантиметров, что получается здесь? 20? Можешь залезть, Элен. О, боже ж ты мой. А это лед? Ну давайте, да, пап, сейчас я. Давай. Да, тут, видимо, много. Не-не-не, сын, сын, утонь. Э, не делай так. Давай. Не разобьешься. Все, все, потуски. Давайте я вот так прыгну. Давай. Держи, снимайся, но я вот так просто прыгну в центр. Держи меня за руки. Прикинь, ушел под воду. Нет, 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 я так делать не буду, конечно. Друзья, напишите в комментариях что-то такое по-вашему. А вы знали, что в этом озере водится телецкая сельдь? Ну прям селедка есть. Только она телецкая. И вот это, короче, телецкое озеро, плавно переходящее в реку Бию. И Бия берет начало именно с этого места, дочь. На самом деле, куда мы так долго идем, друзья? Все просто. Элина потрогала там телецкое озеро. И сейчас мы пришли потрогать реку Бию. Вот, смотри, как прикольно. Это Бия уже. Это Бия. Да, не глубокая. Не глубокая Бия. Там вон уточки купаются. Значит, еще и тепло. Проходненько. Серьезно? В феврале? Что, холодная вода в феврале, что ли, сын? Нет, ничего. Но я бы искупался. Кстати, я же всегда на каждой реке купаюсь. Давай я подежу. Продолжим историю. Вы не поверите, но я никогда в жизни не видел, как выглядит такой транспорт. И вот, когда включается вот этот вентилятор, он поддувает под нее. Здесь большие винты. Ветер дует. И вот этими лопастями он делает поворот. Да он его сдувает, дочь. Да, прям стоят водометы вон. Прикольно, да? На пристани. Моторы. Никто ничего не трогает. А, понятно, потому что там вон какой зверь охраняет. Надеюсь, этот волк нас не съест. Там рыбки нет. Дочь все, сельдь ловит. Элин, пойдем. Прогулялись, прикольно, хорошо, понравилось. Все, друзья, едем сейчас жарить шашлык и отдыхать. Завтра катаемся. Кому вдруг интересно, мы вам сегодня избушку эту покажем, но пока показываю с улицы. Мы подъезжаем, а нам еще подтопили печку. Вот, приехали. Тут банька есть, полторы тысячи за час. Снежок убран, все классно, красиво. Ну, домик такой приятный, удобный, уютный, хороший, нормальный. Вот так. Здесь комнат просто. Смотри, 64 квадрата. Ну, извините, на мусоре или немного. Там комната 4 места, тут комната 4 места. Диван 2 места, короче. Тут прям можно большой бригадой засесть. И цена всего 4 тысячи рублей. Класс. Женька в то время, пока мы тут ходили, она вот такую штуку приготовила, бугульму. И потом мы еще будем вечером жарить шашлык. Наверное. Да? Будем, сын? Да. Будем. Так, друзья мои, вот такая вот вкусняшечка у нас получается. С сыном сейчас готовим. Сынуля, со мной делится впечатление о покатушках. Понравилось, да, сын? Да, очень. А что не понравилось? Не знаю, там в первый раз у меня очень многие замерзли. А, да, да, да. Вначале неправильно зашнуровались, ноги замерзли. Потом мы поправили и все, и проблем не было. У нас проблемка есть одна. У нас Женька повредилась. Причем повредилась банально. Немножечко подскользнулась и капельку потянула ногу. Казалось бы, откатали весь день. А когда приехали домой, у нее одна бабочка на ноге стала больше второй. Короче, сейчас хромает. Не знаю, как утром встанет. Но сейчас замораживаем все это дело. Будем наблюдаться. Ну, немножко, короче, я его пережег. Прям, прям немножко-немножко. Братцы, мы снова на горнолыжке. И мы сейчас поднимаемся на первый подъем. Сейчас будет переход. И мы поднимемся на пик этой горы. Не замерзли? Да нет, так. Все, бегите, я за вами. Удобный сноуборд так вставляешь, тебя защищает от бокового ветра. Шерегеша научился. Кто-то возит это как столик себе ставит. Кто-то на ноги оставляет. А я вот так вставляю сбоку. Да, вот, например, ребята сзади вообще на руках просто держат его у груди. Лайфхак. Так, ну что, сын, я вас снимаю. Поехали. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»